Всем привет! В эфире опять радио Монтелибера, наша традиционная рубрика знакомств, единственная на данный момент. Сегодня 23 августа, вечер, вторник. По вторникам в клубе у нас английский разговорный клуб выступает. И у нас есть где-то полчаса до этого клуба, чтобы записать небольшое интервью. Привет, Михаил! Михаил, да, здравствуйте, Михаил. Да, действительно, это я. Да, да, Михаил Куэренс. Куэренс. Куэренс, чтобы не путать с другими Михаилами. Вот. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Очень приятно. Миш, правда, в этой студии очень-очень местный. Он сюда приходит как на коворкинг и сидит в этой же комнате, работает. Да. Позволяет концентрироваться на работе, отвлекаться от дивана, других вещей, которые дома отвлекают от важных дел. Здесь приходишь, рабочая атмосфера, в общем. Да, еще сайн сидит, а они приходят. И вот так уютненько. Да, друг друга мотивируем на более обдуманную, вдумчивую работу, на концентрацию. Окей. Так, что еще там мне сказано? Погода. Погода у нас. У меня список такой есть. Погода у нас не так жарко стало уже. Какие-то облака появились. Да, слава богу. Вот. Завтра у нас ожидаются очень интересные разговоры. Но, опять же, дразните слушающих. Тем более, выйдет он после всех мероприятий. Дискуссия, как выживать в случае кобздеца. Придешь? Ну, да, да. Я думаю, как я прихожу, остаюсь до самого поздна. Вот, собирать буду все ивенты, которые здесь проходят, видимо. В том числе и этот. Все. В общем, ты становишься резидентом, раз что без ночевки в клубе. Ну, да, да, да. Окей. Расскажи про себя. Так, ну, Михаил. В общем, рассказать сложно. Я несколько раз думал о том, когда меня спрашивают, ты кто такой, чем ты занимаешься, а у меня нет на самом деле ответа. Я не могу этого сказать. Хочешь, накидай манкетных вопросов? Ну, да, наверное, какая-то может. Чем я только не занимался, но, не знаю, моя текущая identity, что говорят, или как это сказать, идентичность, она сейчас связана с программированием, наверное. Но это буквально изменилось два года назад. До этого я занимался какими-то мелким предпринимательством каким-то, разнообразным. А до этого что у меня было? Я занимался так, в армию, я в армии служил, да, в армию ходил, военную был недолго. Потом студентом, спортсменом был, вот, спортом занимался серьезно, разным. Занимался, причем, вот, по шахматам даже у меня выступления были. Потом единоборством, музыкой занимался. Кто, в итоге, когда мне говорят, чем ты занимаешься, я до сих пор не могу. Вот могу сейчас говорить, сейчас занимаюсь программированием, вот, внезапно. Так, окей. Теперь, вот, сейчас можешь сказать, Михаил программист. Да, вот, можно, наверное, сказать, сейчас Михаил программист. А откуда ты Михаил программист? Я с России, с Краснодара. Краснодырщина. С Краснодыра, да, Краснодыр. А, ну, там, сколько тебе лет? Мне 31, вот, переехал сюда полгода назад, когда, в общем, ну, я сюда приезжал до всего гораздо заранее. Я начал интересоваться политикой. Вообще, тоже, не знаю, пару-тройку лет назад стал следить за ситуацией, наблюдать, в общем, какая-то стала появляться картина мира. Я начал себя в ней искать и, в общем, начал наблюдать за тем, что происходит, кто что делает, кто принимает решения, у кого власть, у кого сила, как это все работает. Начал за тем наблюдать, искать себя во всем этом. И начало появляться стойкое ощущение, все это связывается с историческими событиями, начало появляться стойкое ощущение, что что-то должно происходить, что-то произойдет. Я был в этом очень уверен. Это одна из причин, почему я, собственно, упоролся в свое время, недавнее, в программировании. Потому что это такой способ, если что, взять с собой ноутбук, например, и куда-то уехать, и при этом быть на плаву. И это основная причина, потому что какой-то бизнес даже с собой ты никуда не увезешь. Большую часть бизнесов ты с собой никуда не увезешь. Особенно в России, учитывая, как там бизнесы, они там закрываются, то душатся, то отбираются, то еще что-нибудь. У меня всегда было ощущение, что если ты постараешься серьезно что-нибудь создать, что рано или поздно тебе это могут либо отжать и так далее. Вот это вот ощущение. Из-за этого, с этим ощущением я решил, что мне надо что-то такое, что приносит мне деньги, и это у меня нельзя забрать. Какие-то навыки. И какие навыки у нас сейчас везде, да, все с каждой помойки звучат. Это навыки, в общем. Айтишники. Айтишники, да, айтишники специалист какой-нибудь. Вот я по этой эстезе пошел, пошел, готовился, и, в общем, честно говоря, внезапно оказался сам для себя. И приятно, с одной стороны, приятно, прав, с другой стороны, неприятно, что это так оказался прав, что вот такое вот происходит. Поэтому, и когда это все свершилось, я уже до этого сюда как настоящий параноик приезжал, проверял, куда я буду валить в случае чего, еще до того, как все началось. Потом внезапно все началось, я оказался прав, я вот с такими вытраченными глазами сюда приехал как-то, и, в общем. Так, попробую понять, что я услышал, два года назад ты занялся программированием, видимо, еще до этого тебя стала волновать политика, что происходит. Так точно. И вот занятие программированием, это была твоя долгосрочная инвестиция в себя, в тех условиях, которые ты обнаружил вокруг. Точнее не скажешь. Что понадобится. Тут ты сказал с ноутбуком уехать, в принципе, можно и без ноутбука. Можно даже без. Одолжите ноутбук, я себе напрограммирую на новый. Да, да, да. Такой трюк делать. В общем, главная инвестиция — это в свой мозг. Можешь чуть-чуть пояснить, где ты был и почему ты вдруг заинтересовался политикой? Что тебя стригерило? Как давно? Два года назад? Вообще, если совсем далеко шагать, куда-то туда далеко уходить, у меня, наверное, политическое какое-то мышление, оно изначально было, наверное, очень давно. Чуть ли не с детства, с раннего какое-то. Все равно я не обращал на это все внимание как-то. Я делал какие-то заявления внезапные. Я требовал свобод в семье, когда мне было 6 лет, меня погулять не отпускали. Что-то какое-то... Это мне рассказывают, я сейчас сам не верю. Мне там родители рассказывали, мама рассказывает, что я то, что она в 5 лет не пускала погулять. Я ей заявил, как вы смеете ущемлять мои права, в общем, что-то такое. И оно всегда было просто, но долгое время было в определенном контексте. В том контексте, в котором живет среднестатистический россиянин. Родина — это наш какой-нибудь очередной вождь. Надо за ним идти, вот что он говорит, то и правильно. Себя не жалеть, распяться за место Христа ради того, чтобы страна процветала. А что такое страна? А страна — это вождь, безусловно. То есть, ну, в общем, как это сказать, такие очень сейчас общие параллели, там можно, в общем, это не так важно. В общем, все, что угодно, кроме того, что... То, что на самом деле, любого, то, что триггерит любого индивидуалиста, в общем-то, человека, который все-таки не хочет умирать, там, за какого-то очередного Путина, там, не хочет работать на очередную номенклатуру, работать на очередного какого-нибудь чиновника, который себе там дачу строит, тебе рассказывает то, что надо немножко потерпеть. Вот это вот все. — Почувствовал фальшь? — Да, 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 я увидел внезапно, да, в какой-то момент, что что-то не сходится, да, с тем, чему меня учили, что я вижу с телевизора. Начали появляться, начало появляться нестыковки, начали появляться везде, там и здесь. То есть нам рассказывают, как там... Я начал замечать такие банальнейшие вещи, когда нам рассказывают о наших врагах вдоль границы. Здесь этот западный мир, все эти американцы, которые только и ждут, как бы, нам в подъезде нассать, пенсию спереть, что-нибудь такое. А при этом стало просто появляться факты. Доступ к информации, стало видно, что дети у них там, у них там вилы. — Расследование ФБК. — Да, они не особо это скрывают. Еще до... сильно задолго до расследования ФБК. — Дальше бы это все на уровне слухов было, а вот как стали выпукло показывать с документами, с видео. — Да, это вообще... это уже был яр... это, скажем, да, это стало прям выпукло, да. В этот момент уже, конечно, это большая работа, в том числе и ФБК, и другие какие-то стали проявляться. Люди, стало слышно. Я стал обращать внимание на вот этих вот демонизированную всю эту оппозицию. Начал их разглядывать под мироскропом, их так прощупывать, брать вот так вот на пальцы, смотреть, что они говорят вообще. О чем вообще они, собственно, говорят. Какие-то казались очень странными. Все эти мысли были очень новые. Для человека, который, в принципе, в это никогда не вникал, это не за такой целый мир. И я начал открываться, открываться, а... И вот это, видимо, заложенное какое-то вот стремление, вот это политическое какое-то взгляды на вещи иногда, которые у меня и тогда простреливали, они начали вот цвести, вот, в общем, я начал вникать, изучать все это, что происходит вообще, а кто нами управляет. А на самом деле, какие их мотивы, да, а в чем цель, а в чем смысл. И все эти вопросы, они, в общем, привели меня туда, куда они меня привели, там, в итоге. Это если сильно... Куда они тебя политически привели? Может, кто ты? В итоге привело меня это все к либертарианской мысли, в итоге, внезапно, да? Неожиданно. Неожиданно очень, да. Но мне, на самом деле, очень интересно, как люди вот доходят до мысли, типа, так, я что, либертарианец, что ли? Да, в общем, вот эти вот кухонные разговоры постоянные мои с моими друзьями, близкими и так далее, о политике в том числе, мои высказывания о том, как должно быть устроено общество, да, а как должно быть в России, как обустроить Россию, да, кто виноват. Вот эта болтовня праздная, она периодически... Она однажды меня привела к мне, что мне сказали, что я анкап. Когда я понял, что, собственно, та проблема в том, что есть какие-то центры, которые все решают, и самая большая проблема, чем эти центры больше, то есть рано или поздно, каким бы ты хорошим ни был, кто-то попадает в эти центры, кто может так все перевернуть весь мир, просто обладая этими рычагами, что ты ничего не сделаешь, что сама власть, сама сила является проблемой. Я вот так вот рассуждал, что-то в этом ключе, я уже сейчас не помню дословно, но что-то такую был там, я ввел там, и мне говорят, о, да ты что, анкап, что ли? Я первый раз услышал это слово вообще. Пришлось загуглить? Да, я начал гуглить, ну, как часто бывает, в общем, чтобы не показаться умным, чтобы ответить сразу, как будто я знаю это слово, конечно же. Я начал там гуглить, читать, читать, углубляться, и я нашел всякие потом рива-либертрянские ресурсы, начал там слушать, вникать, и все, что я начал там открывать для себя, она стала для меня активно резонировать, то есть перестала быть-то... У меня такое ощущение, что я сам что-то нахожу постоянно, что вот я какую-то мысль открываю новую, там, вот мы живем там, условно, вот в такой стране по таким правилам, когда, ну, вот, эдотизм, чиновники, да, вот централизованная власть, гиперцентрализованная видимость выборов, для того, чтобы там какие-то там люди чувствовали, что они на что-то принимают какие-то решения, в общем, все вот эта вот система, она стала... Я перестал придумывать велосипеды, я понял, что, оказывается, все давно придумано. Это удовольствие, когда ты видишь, что кто-то сформулировал уже твои мысли. Да, да, да. Хорошо, красиво их сложил, такой во-во-во. Во-во-во, да, и я так сидел во-во-во. Как пазленький, такие тык-тык-тык. Да-да-да, и я пошел, я нашел там один ресурс, другой ресурс нашел, начал узнавать, что там среди знакомых кто-то этим тоже интересуется. Потом попался мне Светов, например, и Светов меня... Светов меня больше всего, наверное, повлиял на меня с тех пор. Потом я начал читать книги, которые советовались, в том числе Световым, там какие-то там, начал туда погружаться, и думаю, ву-ву-ву-ву. Вот это вот, это вот, наверное, именно то, что должно как-то навести какой-то порядок, какой-то вот эта справедливость какую-то, стремление вот этой справедливости, оно начало, я почувствовал, что вот у него есть решение, да, вот есть выход, вот справедливость может быть, наверное, осознанно вот так, хоть какая-то. Естественно, что идеальной справедливости такой не существует, такой пластмассовой, как вот в общем мире, чтобы вообще все счастливы, это, конечно, утопия, да. Если всех наркотиками залить. Ну да, вот как у нас было у Хаксли. Вот я, в общем-то, собственно, я понял, что вот реальное, в реальном мире, вот говорят, есть социализм выдуман, а есть реальный социализм, вот как. Вот здесь то же самое, вот есть реальный идеальный мир, есть просто идеальный. Вот идеальный мир выдуманный, такого не бывает. Но вот либертарианство мне показалось, вот я прям не вижу там, ну, для себя, с колокольниц моего жизненного опыта, что мне показалось, что вот реальный идеальный мир можно приблизиться за счет вот такого устройства общества. Вот Что он более справедливый и в итоге Приведет к более счастливому Да, то есть не будут счастливы все Не будет все идеально, это невозможно Будет гораздо ближе Гораздо ближе, чем сейчас, сейчас просто ужасно Просто невозможно это спокойно смотреть Просто человек щелкает пальцами, начинается война Дальше он щелкнет пальцами, начнется атомная война Еще кто-то будет щелкнет, я не хочу жить Я такой всегда стремился У меня была эта проблема Я был в армии, у меня была огромная проблема Я спорил там постоянно Странно, что ты выжил тогда Да, то есть я удивлен Может быть это плюс моим офицерам Которые меня как-то как, ну там может Не отправили куда-нибудь в штрафбат За все то, что за мои выходки Более терпеливые, но они мне там иногда дрессировали За то, что я себе позволял Ну прокачивали это называется Прокачать могли меня Наорать на меня Обложить меня нехорошими словами Но все-таки, как вот иногда в армии-то бывает До каких-то прям серьезных наказаний Меня все-таки пронесло Но я постоянно себе что-то позволял такое У меня это стремление свободы Чтобы не было какого-то вот человека над тобой Который за тебя решит, что тебе Авторитарно тебе завид И у меня всегда это была проблема У тебя нет варианта уйти Сказать, да не, не, не согласен Да Скажи, пожалуйста, ты краснодарец, вот родился всю жизнь в Краснодаре Да, чистокровный кубаноид 100% чистый кубаноид Да, родился на Кубани, вырос на Кубани Все, вот буквально недавно уехал с Кубани А до этого, ну, туристом путешествовал по миру? Был где-нибудь еще? Был, ездил по программе Кубанского государственного университета У нас там В Британию, да, поучить язык И в Грецию В общем, соответственно, на этих двух языках я еще говорю По-гречески? Да, еще и по-гречески Не буду интересоваться, куда ты меня послал Так, подожди Ты принял решение, что рано или поздно ты уедешь И стал разглядывать плацдарм Да, то есть я Напрашивается Греция или Британия? Ну, я, скажем, как скажем В общем, это не совсем артикулированные мысли Да, я, в общем, у меня появилось чувство Очень чувство Я очень внимательно Мне начали попадаться Помимо того, что я интересовался политикой В политикой Вне контекста истории Очень сложно понимать Я помимо всего прочего Да, события, параллели Я их начал замечать Сажают этих Тут этих душат Этим закрывают рот Этих демонизируют Этих выставляют какими-то идиотами При том, что видно, что это пропаганда Чистой воды Ты видишь эти люди, смотришь, чем они занимаются Они занимаются одним А тебе говорят, что это белое, это черное И вот это становилось все больше и больше Чувствовался градус ненависти растущий Накачка какая-то постоянная Что-то решалось А огромное вскрытие того, как устроено общество Становилось понятно, что две вещи Снизу людям появляется недовольство Но реальных инструментов Что-то с ним сделать, у людей нет Они не знают, они не понимают, что те люди Они вооружены зубов И у них нет никакой проблемы Для того, чтобы удерживать власть Как бы вы недовольны или недовольны не было Что будут какие-то конфликты Что начнут закручиваться гайки Ощущения Я сейчас артикулирую буквально на ходу Что в какой-то момент может быть так Что мне единственный выход для того, чтобы нормально жить Не в совке в очередном А где-то я смогу реализовываться То есть развиваться, изучать Что-то делать Не бояться, что за мной придут Из-за того, что я вот позволяюсь Я знаю себя собой Я себе все время позволяю Я не люблю, когда Я не антиавторитар Ты тот человек, за которым придут Да, я человек, за которым рано или поздно придут Да, то есть я постоянно спорил То с учителями у меня в школе были проблемы То с преподавателями в университете То с офицерами в армии То есть меня обязательно начнут То есть там со мной договаривались По какой-то причине Повезло, но там не было, наверное Хотя, ну тоже У кого был ресурс Те его против меня использовали Вот регулярно я это, можно сказать, наблюдал Ну кто-то больше, кто-то меньше И рано или поздно, если страна так уйдет За мной придут Я, в общем, это формировалось чувство И появляю А что делать? Что делать? Да, что делать? То есть появилась мысль, что надо Навыки иметь, с которыми я смогу Если что, взять Вот меня все отобрали Да, трусы с меня после не сняли А я взял вот Выполз вот просто там Раненый, избитый Вот чисто черту-границу пересек Что я делаю дальше? Вот Был вариант Заниматься проституцией Да, и вот программирование Я решил, что можно попробовать Все-таки программировать На всякий случай Это более перспективно Пожилых программистов мы знаем Пожилых проститутов не очень Более, скажем так Более масштабированный Это, кстати, да Масштабирование мне тоже нравится Потолок там очень-очень высоко Здесь все ограничено Будет количеством часов Условно в этом Да, и там Востребованностью А тут можно вот масштабироваться Я сказал, с годами Хороший программист Как вино только лучше становится Да, да, да Программисты, да Все-таки другая планка Вот, и в общем Да, и Ты решил, куда уехать И да, и куда А куда это уже сложно было Очень сложный вопрос Но я все-таки не думал Что это вот сейчас все-все произойдет Я, в общем-то, метил Я работал еще в России программистом Я туда метил Что я как-то Устроюсь на Я знаю Миллион кейсов Когда люди устраиваются В западную компанию Какую-нибудь Богатую Которая может тебе Легко позволить Релацироваться То есть С переездом Помогут Снимут тебе Там все Покушать Купят Все За что и денег Самое главное Визу Да, все организуют Обычно в такие страны Большой геморрой получить Это разрешение на въезд Рабочий Такой долгий Долгосрочный И как раз таки Везде это лежит на работодателе Это большой геморрой В общем, надо стараться Быть хорошим мальчиком И там тебя Работником И тебя Тебе помогут В общем Я думал, что как-то Вот так это больше произойдет Когда это вот все произошло Выбор, в общем, резко сократился Потому что страны Которые мне были симпатичны Это что-нибудь Какое-нибудь Типа Швейцария Или там США Все Это сразу То есть некогда У меня нет уже возможности Сидеть, ждать чего-то Мне надо куда-то Вот И Еще за какое-то До До того, как это все свершилось Я еще В общем-то узнал о проекте В общем, внезапно Да О проекте Не стесняемся Да, назвать его названием Монтелибер Проекте Монтелибер В общем, как-то А я что-то все Знаешь, что-то вокруг да около Да Пожди, подожди А что в смысле Собственно, о самом важном Не говорю Да Я тебе вывожу потихоньку Только сейчас дошло до меня Да В общем-то я Да, в какой-то момент Изучая того, куда я буду сваливать Мне попались На глаза Да, в общем, проект Монтелибера Росскоговорящее В общем, сообщество Как давно? В том числе Росскоговорящее Это попалось мне Наверное С год назад, наверное Чуть меньше Чуть больше Чуть-чуть плюс-минус Что ты такое услышал про него? Да В общем, услышал Что есть Либертарианская движуха Люди Уже сделали для себя все выводы Еще до того, как все началось Решили, что за все Уже все поняли Будет только хуже Вот То есть это умные люди Сразу понятно, что Не дураки В общем, люди, которые Уме В общем, да Если немножко сейчас Подушнить Что такое интеллект Как можно сказать, что человек умный или нет Ум он как определяется Люди по-разному Кто-то эрудицию путает с умом Кто-то путает Кто-то Вплетает Кто-то называет умом Как это называют Эмоциональный интеллект А то еще Что такое А что такое общее Между ними Я для себя, наверное, ответил на это так В свое время Что это умение предсказывать будущее Умный тот человек Который умеет предсказывать, что произойдет Но по большому счету Для чего нам интеллект помогает? Выживать Мы слабые С точки зрения животного мира За счет интеллекта Адаптироваться Адаптируемся, выживаем Ключевое Как выжить, адаптироваться Это предсказать Что ты сделаешь И что из этого получится В итоге-то В общем, умные люди Предвидели сильно заранее все В общем, они для себя сделали все выводы Там я читал статьи Статьи Вижу, что Видел, что делают выборы На тот момент Это еще не было Прям таким как пророчеством Еще многие вещи То есть, что Нас ждет Очень грустная ситуация Хотя она уже была грустная Что она будет настолько грустная Еще Это значит Как споришь Кто-то говорит Будет война на Украине А кто-то говорит Да нет, не будет И вот кто из них в итоге Никто не верит Ерунда какая-то Даже самые пессимисты Да-да-да То есть и здесь То есть, да Вот ты смотришь Там можешь не соглашаться Но люди тоже Все это сильно ранее Тоже увидели Предсказали Ладно, не суть Умные в общем люди Начал читать И слушать доводы Почему люди сказали Что надо ехать в Черногорию Да, в Черногорию Потому что Потому что И много-много хороших причин Очень веских Очень важных Я уже прочитал Мне казалось Действительно очень важной Культура Плюс-минус Там Дистанция Хорошее расположение Там какие-то порты Законодательство Лояльность К русским И многие Ну такие вещи Которые Размер Размер Суверенность Да-да-да Очень много информации Что важно Было здесь уже много людей Здесь многие люди Уже обжились Многие люди Уже знали Что делать Куда идти Где там Зубы сделать Где там Пирожков вкусных Купить Классика Где кастрюльки Покупать Где кастрюльки Да-да Как в общем Пользоваться кастрюльками В общем всякие нюансы Как в общем Здесь это все работает И когда в общем все случилось Выбор-то особо не было в итоге Потому что Самое продуманное место Объективно хорошее Ничего такого По критериям Вот по такому качеству И количеству критериев Лучше ничего не было А ты принял решение 24 февраля буквально То есть как все началось Это Блин Тяжело подбирать слова Но по большому счету Горячая война Да Я приехал сюда До этого всего На разведку На разведку Да Я приезжал сюда на разведку Когда В прошлом году Зимой В декабре Я приехал в Котор Или Котор Как он правильно называется Очень красивое место Мы приехали сюда бандой Нас приехало несколько человек Всяких В общем Анкапошизов Паранойка всяких Она ехала сюда Вместе прям Какой-то компашка По отдельности Но мы друг Договорились Что ему приедем И из разных мест Мы поприезжали Кто-то из Москвы Кто-то еще Откуда-то из Бугра Кто-то еще Откуда-то Я вот из Краснодыра Мы приехали сюда Погуляли по стране И приехали сюда В общем-то К ребятам Познакомиться В общем К либертарианской движухе Здесь еще было людей Все-таки сильно меньше Всеми повидались Пообщались Для меня вообще Так получилось Такое приятное ощущение Вот говорят же Людей, которые мыслят Тоже имеют Вот этот политический взгляд Идеологически Не отказываются от него Тоже есть Вот это было приятное ощущение Что обычно Вот я сидел в Краснодаре Я знаю Краснодаре Мой родной город Это миллион людей знаю Но вот там Это ощущение Что я с людьми На одном языке разговариваю У меня никогда не было Ни в семье у меня Ни среди кругу моих друзей И так далее Чувствовалось такое Одиночество В этом смысле Что я вот один Только об этом переживаю Что у нас там Комуняки проклятые Что они всех плевать хотели Они извращают слова Смыслы Всех мажут краской Черной-красной Стравливают Управляют Радио власти готовы на все Вот это все Вот это политическое Все отбито Несмотря на то Что ты жил в большом Все-таки городе Ты все равно Остался одинокий Я чувствовал Вот это да Сильнейшее политическое Одиночество ЛПР Отделение в Краснодаре Я там даже разок был Я в ЛПР Это смешная в этом смысле Партия Я в нее подался Тысячу лет назад Хотел тоже как-то Участвовать В политической жизни Я получил Раза 4-5 Они со мной связывались Я прошел Раз 5 Собеседования Меня раз 5 Принимали В разные отделения В общем Да в общем Это Куда Вот недавно Меня снова принимали Вот я уже был здесь В Черногории Меня опять написали Мы готовы Мы готовы Привести Собеседование С вами Бардак какой-то Для меня Человека Который был в бизнесе Это полный бардак Я не хочу В такой организации Вступать Только за это Потому что Если вы такие Все либретарианцы Значит должны быть Бизнесовые Четко должно быть По полочкам Организовано должно быть Значит вы просто Не знаю Как это Бардак В общем Уберите там у себя Этот Черт Черт Так надо было вступить Я пытался Я пытался Я очень пытался Я прошел собеседование Я соглашался Со всеми с ними Они Молодец Но ты вживую Ты встречался с ними Нет Вживую в Краснодаре Вживую в Краснодаре Какое-то там Стремное отделение Но мне не нравилось Я у них сидел в чатике Там короче Стремная Либретарианская партия Я от них Ушмыгнул Какое-то время Болтовня То что они Они там Навального обсирали Еще что-то Какие-то моменты были Такие Очень-очень Для меня Неприятные Мне не понравилось В общем, что они И, собственно И гасились они Причем за это Довольно сильно А я такой паранойик Опять же Даже политические Организации для меня Они, если они Назвались там Либретарианцами Что мы твои друзья Мы сейчас тебя Вот с тобой разделяем Твои ценности Это для меня Ничего не значит Я смотрю на то Что люди говорят Доделают В любом случае Потому что Либретарианцем Может назваться Любой Там не знаю Просто Любой Декларировать Да Любой Спецагентом Не знаю Или просто Людоед Скажет, что он Либретарианец Сейчас подкрадется К тебе Мило улыбаясь Я в это все Я паранойик до конца Человек может и ошибаться Банально Искренне верить Что он Либретарианец И там ковырнешь Выяснит Что он Думает, что Например, дети В его собственности И он что с ними хочет То и делает Да, да, да И что все должны Жить так Именно как он хочет По-либретариански А вот именно так Как он хочет В то время как Либретарианство Это про принципы Мне что очень симпатично Принципы, которые Порой неудобны Но важные принципы А принципы эти Они как бы Отрицательные Значения Они не говорят Что надо Они говорят Каким образом нельзя А остальное Уже из этого вводится У каждого свой Сложный путь К счастью И жизнепостроению Да, согласен В общем, я сидел В этом чатике Единственное Получается у нас Отделение ЛПР Краснодаре И там Мне не нравился Ни уровень дискуссии В общем, ребята тебе Не понравились Сильно не понравились Да, я понял Что вот в этом отделении Я делать ничего не собираюсь В общем И так ты остался одиноким Так я остался одиноким Да Периодически прохожу Собеседование в ЛПР До сих пор До сих пор Добрая традиция Да, не периодически Мне это Видимо, что-то там Я не знаю, как это работает Возможно, ты им тоже не нравишься Они такие Давай уберем его из списка Но у них нет Отдельного списка убранных Они тебя опять туда добавляют Опять проверяют Ладно Ты приехал в Черногорию На разведку в декабре Познакомился с теми ребятами Которые в баре И в округе уже были Да Мне они понравились Я понял, что симпатичные ребята Вот это чувство одиночества Мне так понравилось Так приятно было Что я, в общем, людьми Примерно на одном языке Разговариваю Мы не боимся Артикулировать Своих Отклонений Своей девиантности Нет такого, знаешь, что постоянно Такого-то ощущения Что тебя там Может кто-то подшеймить Начать Да зачем тебе это надо Ты ничего не решаешь Да вообще Тут не лезть Вот это постоянно То есть Ничего Не было Это ощущение Мы говорили на одном языке Мне было Это очень приятно Вот В декабре ты приехал на разведку Но ты не ожидал Что ты сейчас так скоро переедешь Я уехал Да То есть я по спресс Съехал на разведку Я уехал опять в Россию Где у меня были дела Где я собирался пробовать Какой-то Кое-какой бизнес Мне хотелось еще У меня были планы У меня был план Я собирался делать еще вот это Вот это Как минимум устроиться на западную компанию Все еще сидя В родной земле Вот с родными там людьми Там рядом Что спокойно Все так мирно Тихо Приятно Вот И буду готовить себе Очень спокойно Отход готовить Плавно Вот и когда Если что Я очень комфортно Без суеты Без суеты Без спешки Да Но Вот И но пока все это В общем Вот как раз таки в этом Пока у меня происходило Немножечко бизнес Немножечко Я пытался себе В общем найти компанию В которой бы я поработал Западной Я как раз уволился Из русской компании То есть я успел Уже коммерчески Отработать год программистом Я уже метил Куда-нибудь западную И вот это все Резко свершается Как раз Я уезжаю Так Секунду Вот мне вот Момент интересен Да Свершается Да 24 февраля Бомбежка Украины Да Шок Да Ты Как Где Что ты Где твои мысли Что ты Как ты Вот в момент До того Ты уехал Очень плохие мысли Конечно Я То есть я Не знал Как к этому относиться То есть понимал Внезапно война У меня страна Начинает войну То есть ты Берешь сумку И Идешь в аэропорт Покупать билет Или как Нет Я сначала Не знал что делать Я не сразу Ехал в итоге Через Начале марта Не помню 6-5 марта Когда там уехал Где-то вот так вот Наверное То есть я где-то еще Дни 10 Наверное Просто еще То есть я Первое время думал Что делать вообще Что будет Как это Как это Как это будет Что в итоге будет То есть пытаюсь Понять А что будет Теперь Что произойдет То есть То есть я Замер просто И смотрю Что вообще Происходит Как все развивается С одной стороны Наверное Я себя чуть быстрее Действовал Мне чуть дешевле Вышло Вот Ну в общем Они же это все Сделали внезапно И там не знаю Напали на людей А как это будет В общем А что будет Я думаю Билеты подорожали Очень быстро А самое обидное Их же тут же Отменять начали Потому что полеты Над Европой Прямо очень быстро Кстати да Было еще Появился еще вопрос А как вообще выбираться Потому что Все начало Закрываться Небо Закрываться Заоткрыли Аэропорты Краснодарский Он до сих пор закрыт Самые прошаренные Наверное Сразу Буквально Тем же утром Купили билеты Да еще какой-нибудь Хитрый Типа Из Москвы Стамбул Италия Тем же утром Я о чем подозреваю Было еще дешево То есть там первое время Было очень дешево То есть люди Никто еще не побежал Сразу Не поехал То есть просто люди Еще сидели в шоке Все Через сколько Кто ехал Через неделю Билеты стартанули Там в десятки раз Я уехал где-то Через день 10 Я уже начал исследовать А как мне там Как мне уезжать Потому что Причем Вообще А почему Да собственно Вопрос логичный А почему все Собственно уезжают Ну начали Начали войну А вот Страшно Многие начали Я почему это говорю Вот если кто-то будет слушать Многие люди этого не понимают В принципе То есть А что уезжать А ты что типа Зассал Или что там Ты там Не готов родину защищать Вот родину Я слышал что Ну жизнь продолжается Чего вы паникеры Да Ну да Да Вот именно в таком ключе Да собственно В том же Краснодарском крае Мало что поменялось Кроме того что аэропорт закрыт Да Как раз таки Вот это ощущение того Что в военное время Под шумок Загрутить окончательно Все гайки Ходить по линейке Советский Союз 2.0 То есть Все будете жить В Советском Союзе Люди тоже жили комфортно Тоже не переживали Ну как Да и гайки Тоже не внезапно завинчивают Время есть Да То есть Понимание что мы В совок Сейчас уже не просто идем Мы в него вкатываемся Влетаем Влетаем Так резко То есть С исторической точки зрения Очень быстро Да Наш водитель Он нажал Резко на педаль газа Если мы туда катились Еще по инерции Как-то на каком-то Чисто на сцеплении То только ощущение Что тут вдавили гашетку И надо в общем-то Собственно Мы сейчас так стремительно Тут окатимся Что времени нет Я не хочу жить в Совке Я хочу продолжать Там Ругать власть Спокойно Там не переживать Я хочу спокойно продолжать Я хочу Чтобы от моего выбора Что-то имело значение Для меня имеет значение Что мой выбор Что-то значит Что я влияю на свою жизнь Что от меня зависит Там Это вот чувство Оно душащее для меня Что я понимаю Что за меня решат Как я живу И как я буду жить Еще и вся моя жизнь Я скажу Что вот эта эпоха турбулентности Когда ты не то Что ты резво понимаешь Ну тут такие-то риски Тут такие-то риски Ты понимаешь Что вот с этой отсечки Вообще что угодно Может произойти В любой момент времени Да, точно То есть закроют границы Сегодня к вечеру Может быть Да, может быть Под каким-то ковидно Еще кругом враги Надо срочно водить Выездные визы И некому этому сопротивляться Что самое главное Некому абсолютно Да, еще не объявили До сих пор Всеобщей мобилизацией Но это не значит Что это было Маловероятно Полгода назад Могли? Могли И сейчас могут После того Как они на такое решение Решились Можно вообще Что угодно ожидать Право первой ночи ввести Да, да, да Налог в 90% Тоже мысль Которая посещает Мою голову Когда я принимаю Такие решения Опять же Я еще запасник У меня было ощущение Что меня пошлют Украинцев убивать Естественно У меня был опыт Либо сесть в тюрьму Либо свалить У меня еще такое ощущение было То есть опции для меня Эти людей убивать В принципе не было То есть у меня Либо сопротивляться Опять Слать нафиг Этих Всех людей Либо Либо уехать Вот такое У меня ощущение Такое было Что у меня всего Ну ты относительно быстро Еще уехал Десять дней Это прям Быстро Ну я Да я успел Как следует Все переосмыслить Но это все равно Было все таки на ходу Тебя что-нибудь Сдерживало? Ну кроме Растерянности Растерянность Только и сдерживало Квартира Родные Все было готово Я у меня было Какое-то имущество Я даже продал его То есть Все что у меня Все что мне принадлежало Тогда я всего избавился Совершенно Кроме ноутбука Да Я готовился То есть я давно готовился Я ушел в крипту полностью Все То есть я был полностью готов То есть блокировки карт Даже тебя Я не мне ничего не грозило Да Мне ничего не грозило Я с внешнего вида Я просто обычный Как сказать Обыватель Поколение Как это Бумерами обзывают Зуммерами Я не разбираюсь А мы как Как мы обзываемся Короче мне 31 Да То есть Пепси поколение Я знаю что у нас Поколение Пепси называют Но оно так Не так звучит Так же не говорят Да Вот эти вот Пепси Или как там Нет Я не разбираюсь Бумеры Зуммеры Бумеры Вот почему-то У зуммеров есть обзывалка У бумеров есть А он у нас нет Есть скорее всего Просто ее не знаешь Да Вот короче Я очень между Бумерами и зуммерами Да то есть Я внешне в общем Такое Лицо средних лет Непримечательное С чемоданчиком С ноутбуком И все Средней национальности Средней национальности Да я могу просто Я не привлекаю Никого внимания Никому не интересен На границе Те никто не досматривал В телефон не лазил Да я совершенно Никому не интересен У меня ничего нет Мне ничего терять У меня ничего за спину нету Я не жены Ни детей Ни жены Ни детей Ну это так да Иногда я вот об этом думаю Что плюс это или минус Ну я как они Я в общем не отмечал Фри Я надеюсь Что в ближайшее время Этот вопрос буду решать Когда Опять же да Такие вопросы Девчонки Контакты У нас есть Я человек Который заглядывает Наперед Конечно же Да то есть Я думаю О будущем Тех людей Которыми В общем Я связываю со Жизнь Я за них Тож Переживаю Вот я сейчас Да я что Я сейчас Представляю Да я сейчас Пока вот Ни на ногах Не стою Я вот поэтому Туда не спешу Я такой какой-то В этом смысле Наверное Уже не очень романтично Если раньше Меня это Никогда не сдерживало Сейчас я уже Так смотрю Что В общем то Ты сделал Очень хорошую вещь Ты уже не в России Это сильно На пользу Будущему потомству Может быть Да да Чем вот в этой Токсичной среде Ну я не знаю Знаешь В Западе Тоже своих проклятий Сейчас хватает Которые я смотрю С ужасом Которые В общем Я чувствую себя Между говной И мочой В некотором смысле Там в России Своя дикость Какая-то лютейшая На Западе Какая-то своя Дикость лютейшая Они две разные И вот ты выбираешь Между говном И мочой Буквально Хочется какой-то Третий путь Вот поэтому Черногория Опять же в этом смысле Она гораздо В этом смысле Лучше Она как-то Промежуточно Она мне напоминает Швейцария В этом смысле Очень отдаленно Да уровень жизни Еще не офигевшая Да Но они еще Не приняли С решение Что они туда Вкатываются В одно или в другое Они где-то здесь По серединке И лавируют А это мне напоминает Как раз таки ситуацию В Швейцарии Может быть здесь Если люди Как-то это сообразят Что и то не очень И это не очень Давайте как-то по-своему Тогда здесь Очень удачное место В этом смысле Монтелибера В миру сил Попробует Поспособствовать Да Я очень надеюсь Я буду Постараюсь тоже В этом какой-то Может быть участие Принимать Если Я в общем Опять же Я для Монтелибера Как тот Человек Который еще Не очень крепко Даже стоит На ногах Пока особо Предложить ничего Не может Но я надеюсь Что я смогу Тоже в свое время Как-нибудь Это все Ты приехал Холодно Голодно Ну ладно Хоть не голодно Да Холодно Непонятно Но есть уже Даже лично Знакомые Члены движения Все этот Комьюнити Ты в чате Кастрюлик есть Да Наш приватный Чат Переселенцев Как тебе вообще Черногория Вот То есть Ты здесь бывал Ну ты был турист Сейчас ты здесь уже полгода Живешь Не турист совсем Ну первое время Меня занимали В основном мысли О том Самокопание А правильно я сделал А не ошибка ли это была А может реально Надо было Не валить А может быть вообще В другое место А может Вот это Очень долго У меня мысли То есть У меня была Ну основная Всегда мысль Интеллектуальная Побеждала О том Что я все правильно сделал А эмоциональное Состояние было Очень разное То нервяки То Хорошо То плохо И вот это внутри Короче Вот я заметил За собой где-то месяц Два назад Вот прошло уже полгода Что у меня и внутри Ощущение Что в общем Мне здесь хорошо Мне здесь нравится То есть я уже чувствую Что здесь хорошо Здесь Натурализоваться И вот собственно Я уже здесь Ощущаю Практически как дома Знакомо Почти все знакомо Знакомо становится Все еще больше Вот язык только подучить Опять же Очень замечательный Большой плюс Черногории Язык очень похож Очень легко учить Очень легко натурализовывать Ты его именно учишь? Я его какое-то время поучил Потом понял Что у меня сейчас Не хватает на это времени Вот Я понимаю Его понимает Даже не уча Хватает понимания Многих вещей Но в планах есть Конечно И все-таки Взять да выучить В какой-то момент Я думаю Что это не составит Большого труда То есть у тебя Серьезное отношение Нацелен ты Серьезно на Черногорию Я для себя Рационализирую Выучить язык Двумя вещами Рационализирую Первое То что конечно Я здесь скорее всего Долго оставлюсь Это комфорт пребывания А второе У меня такое Полиглотский Такой Я же Уже как-то немножко Такой немножко полиглот И у меня Такой уже Как бы Кураж Пока я здесь Воспользоваться Ситуация И выучить язык То есть просто прикольно У меня это была Мотивашка на иврит В свое время Да То есть просто прикольно Даже если я уйду Прикольно Еще один язык выучить Да Очень прикольно Я даже не знаю Я даже не знаю Что меня больше Как бы Привело к мысли Потому что я обязательно Его выучу Пока По крайней мере Я тут Понятно Как в целом Живет Ну вот так вот На бытовом уровне Ну мне повезло Первое время Когда я приехал Начался здесь В общем я приехал Не очень удачно Вот если бы я меньше Ковырялся На суд Думал что мне делать И свалил бы быстрее Хотя бы на ту же неделю Я может быть Еще бы лучше устроился Просто уже в это время Видно было Что уже все Сообразили Все приехали И все поснимали В общем-то Сложно было найти Ты просто не видел Не посмотрел на эту же ситуацию Еще месяц спустя Когда я уже смотрел Квартиру Да Еще хуже было Да То есть по сути Сезон стартанул досрочно Да Я приехал Уже было сложно выбирать Но мне в целом повезло Я снял Очень По текущим меркам Недорого В очень хорошем Месте за деньги И вот И В общем Пока всего хватает И единственное Первое Такой культурный Что ли шок Когда нет такого Что ты вот буквально В интернете В гугле где-нибудь Пишешь Хочу вот это Находишь сразу Там в ближайшем Где-то в магазине И все Тут такого нет Тут в гугле Вы ничего Так сходу И не найдете Тут надо вот просто Узнать Спрашивать людей Надо спрашивать По старинке Здесь надо спрашивать Очень мне не хватает И первое время Меня это раздражало Потому что мне казалось Что вообще ничего нету Я приехал В какую-то вообще Дикую деревню Вообще нифига найти невозможно Здесь соответственно Нифига нету Но неправда Все Я не знаю Нет еще чего-то такого Все решаемо Просто Все находится Путь не тот Что привычен Да Загуглил И заказал Да То есть Здесь абсолютно верно Просто загуглить Не получается Но потихоньку Вкатывая Последние пару лет Дома Не вылазя За компьютером Работая Обучаясь И там же Развлекаясь Иногда То выигры То еще Какую-нибудь ерунду То фильмы Я нахожу это Даже большим плюсом У меня нету Для решения каких-то вопросов Я выхожу куда-то С кем-то общаюсь Социализируюсь И мне это очень нравится Дико нравится То есть у меня наверное За последние полгода Общения столько Сколько у меня его не было Наверное за последние Там не знаю Ой ты не одинок В этом наблюдении Очень многие такие Я общаюсь с людьми Много И это не ужасно Да И это хорошо Смотрите у кого нет Это хорошо Не думайте что это плохо Если у вас нету Ищите Общение Это в общем Помогает Это хорошо Приятно Я рад что ты прописался у нас Будем чаще видеться И разговаривать И в том числе На подкастах Тоже думаю Найдется о чем еще поговорить А я так как рад Спасибо большое Что согласился На эту спонтанную запись Спасибо вам Вот И до встречи Всего тебе доброго Пока Счастливо